Здравствуйте! Вы смотрите «Время новостей» на МТВ в студии Анны Рябова. Сегодня в Волгограде вспоминают ликвидаторов последствий радиационных аварий и катастроф. Наши корреспонденты побывали на памятном митинге. В Волгограде в новой школе «Тысячники» на улице Кузнецкой приступили к отделке помещений и озеленению пришкольного участка. Новые деревья сегодня высаживают по всему городу. Наши корреспонденты расскажут и покажут, где станет зеленее. Также расскажем об уникальном отделении, которое открывается в Волгоградском онкодиспансере и как проходят всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту. Сегодня в Волгограде у мемориала «Защитившим от атома» прошел памятный митинг, приуроченный к 37-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. В церемонии приняли участие герои-ликвидаторы, представители власти, общественных организаций, сотрудники МЧС и кадеты. Минутой молчания участники митинга почтили память всех тех, кто ценой своей жизни спас мир от экологической катастрофы невиданного масштаба. К памятнику «Защитившим от атома» возложили цветы. В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году принимали участие около 6 тысяч жителей Волгоградской области. Мы не думали об этом, мы думали о спасении других жизней. Надо было закрывать любыми способами атом. И мы бетон закрывали его, чтобы фон меньше был, поступал сюда. С 1990 года в нашем регионе работает общественная организация «Союз Чернобыль», которая активно защищает права не только самих чернобыльцев, но и членов их семей, вдов-ликвидаторов радиационных аварий и катастроф. Ветераны-ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС вносят свой вклад в воспитание подрастающего поколения, проводят встречи и уроки мужества в учебных заведениях нашей области. Уникальное для всего Южного федерального округа отделение подготовки химиопрепаратов открывается в Волгоградском онкодиспансере. С организацией новых подразделений, созданных после проведения капитального ремонта и закупки современного оборудования, сегодня ознакомился губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Сегодня здесь все готово к открытию. В приемном покое круглосуточного стационара проведен капитальный ремонт. Созданы новые зоны ожидания с информационным табло. Внедрена электронная очередь. Оптимизировано распределение потоков пациентов. Капитально отремонтировано отделение дневного стационара химиотерапевтического профиля. Развернуто пять инфузионных залов, где расположены 66 инфузионных кресел. На пятом этаже капитально обновлено круглосуточное отделение химиотерапии на 100 коек. Модернизация специализированной аптеки позволила создать уникальный для Волгоградского региона и всего Южнофедерального округа кабинет централизованного разведения химиопрепаратов. Теперь провизоры могут подготавливать дорогостоящие противоопухолевые препараты индивидуально для каждого пациента. Создание современной онкослужбы в регионе стало возможно благодаря участию области в региональном проекте «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта здравоохранения. Одним из первых этапов стало открытие в 2022 году при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина нового лечебно-консультативного диагностического центра. Следующим шагом развития онкослужбы станет создание современного радиологического корпуса и строительства ПЭД-центра. Мы продолжаем работу по созданию современной онкослужбы на территории Волгоградской области и ее модернизации. И год назад, в июне прошлого года, здесь, на территории онкодиспансера, начал работать современный лечебно-диагностический центр с поликлиникой на 700 посещений. И только за этот, ну, практически небольшой год, неполный год, 150 тысяч человек прошло там обследование. Все, что лучшее есть в мире, в Европе, в России, непосредственно реализовано здесь, на территории Волгоградской области. Задача стоит серьезная – создать самую современную службу онкопомощи в России, подчеркнул губернатор. Для этого созданы современные лечебные направления, изменены технологии и подходы, персонал повышает квалификацию. Современные центры амбулаторной и онкологической помощи работают на территории всего региона. Как результат – увеличение выявления больных с ранними стадиями заболевания. Строительство нового дома продолжается в Красноармейском районе на месте ранее снесенного аварийного жилья. Пятиэтажку возводят в рамках муниципально-частного партнерства. Моя коллега Дарья Коломыченко побывала на строительной площадке. Работы по строительству новой пятиэтажки на Бахтурово-7 идут полным ходом. Дом возводят на месте снесенной аварийной трехэтажки. Из непригодных для жизни квартир в комфортное жилье переехали 90 волгоградцев. Квартиры в новом доме получат аварийные переселенцы. Работы на объекте стартовали в конце прошлого года. Сейчас строители приступили к возведению четвертого этажа. Сейчас введем кладку на четвертом этаже. К концу недели планируем укладывать плиты перекрытия. И к 20 мая мы перекроем пятый этаж. В сентябре планируем сдачу. Региональная программа по устойчивому сокращению непригодного для жизни жилья теперь позволит переселенцам переезжать в новые квартиры рядом с их прежним местом жительства. Для многих это очень удобно. Екатерина Деркачева новые квадраты взамен прежних аварийных получила в Советском районе. Но затем семья все же вернулась в родной микрорайон Канадный в Красноармейском. Очень хорошо, потому что людей переселяют в другие районы. Очень неудобно, потому что тут детские сады, работа. И то, что здесь строят рядом, это вообще прекрасно на том же месте. Тут раньше были трехэтажки все, а здесь уже больше пятиэтажки, то есть больше людей вместимости. Современный комфортный дом рассчитан на два подъезда и 48 квартир. Большинство из них в ходе конкурсных процедур приобрела администрация Волгограда. Еще две муниципалитеты передадут в рамках механизма, предусматривающего предоставление застройщику участка в аренду в упрощенном порядке. Инвестор сломал уже четыре дома. Под снос. Под снос, да. Это аварийные дома, которые уже полностью расселены. До конца года готов ввести два дома в эксплуатацию. То есть предоставит для следующих переселения и сирот. Квадратный метр. Из аварийного жилья. Полностью с отделкой под ключ. Квартиры сдают с обоями, натяжными потолками, линолеумом и керамической плиткой в санузлах и на кухнях. Будет установлена вся сантехника и электрические плиты. А территорию возле дома благоустроят. Чтобы мы заходили не точечно, застраивали, а шли комплексом. То есть вот этот квартал, на котором мы сейчас находимся, чтобы снос шел и сразу строительство с последующим благоустройством. Самое главное то, что мы людей будем переселять там, где они проживали. То есть из этой локации, где они проживали, мы их не будем переселять в другие районы. То, что часто вызывает неудовольствие. Люди привыкли. Работы по возведению новых домов для переселенцев из аварийного жилья в Красноармейском районе ведут в рамках муниципально-частного партнерства. Инвестор также заканчивает снос соседнего дома, признанного непригодным для жизни. Строительный мусор вывозят на специализированные площадки. Владимир Марченко подчеркнул, этот вопрос должен оставаться на постоянном контроле и подрядчика, и районной администрации. Мы сейчас очень часто встречаем недобросовестных застройщиков, которые вывозят соседний аврах и так далее. Поэтому все очень должно быть четко и с подчинкой вывозить. На следующей неделе подрядчик приступит к возведению аналогичного пятиэтажного дома по адресу Бахтурова, 19. В следующем году в микрорайоне Канатный в Красноармейском районе планируют ввести в эксплуатацию еще более 30 тысяч квадратных метров жилья для переселенцев. Региональная программа обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, нацпроекта «Жилье и городская среда» действует в Волгограде с 2019 года. За это время из аварийного фонда переселили уже более 4 тысяч волгоградцев. До конца 2025 года из 253 аварийных домов переселят еще 10 тысяч человек. Дарья Коломыченко, Роман Седлецкий. Время новостей. А в Ворошиловском районе специалисты завершают строительство новой школы Тысячника. Образовательные учреждения возводят в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта образования. В здании продолжаются отделочные работы и уже 1 сентября тысяча юных волгоградцев сядет за парты в новом учебном заведении. Территорию украсили сирень, кизильник, акации, клены, березы. Здесь же появится около 5000 квадратных метров газона. Необходимый уход за зелеными саждениями обеспечен водопроводом. Общая протяженность водопровода 4000 погонных метров. Также распыляется форсунками и капельным поливом. Территорию спортивного городка, воркаут-площадки, поля для игры волейбола, баскетбол, беговые дорожки оснастят травмобезопасным покрытием. Искусственный газон подрядчики постелили на поле для мини-футбола. Современные тренажеры, стадион площадью 3000 квадратных метров позволит школьникам заниматься физической культурой в комфортных и безопасных условиях. По большому счету уже все работы выполнены процентов на 95. Осталось по отделочным работам совсем немного. То есть немножко подкрасить, подмазать, подштукатурить. Сборка мебели завершена. Остались только отдельные элементы, которые необходимо еще там расставить. То есть то же самое все уже практически закончено. На этапе завершения установка в общеобразовательном учреждении противопожарной системы, инженерных сетей и камер видеонаблюдения. Школа «Тысячник» адаптирована для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого предусмотрены лифты, пандусы и специальная разметка. В новой школе появится актовый зал на 336 посадочных мест, столовая, оснащенная современным оборудованием, многофункциональные кабинеты для образовательных занятий. На примере данного кабинета, это лингофонный кабинет, можно посмотреть, как в целом устроены классы. И в здании школы предусмотрено, вернее, выполнено 40 классов. Также имеется зал ЛФК лечебной физкультуры, библиотека, спортивные залы, мастерские, деловой центр. Школа на улице Кузнецкой в Ворошиловском районе в числе нескольких современных образовательных учреждений, построенных в Волгограде за последние несколько лет. В Кировском районе открылась школа на 800 детей. Две школы на тысячу мест каждая построили в Советском и Красноармейском районах. Продолжается возведение школы «Тысячника» по улице Шекснинская и объекта на 1280 мест по улице Картоева в Держинском районе. Определены подрядчики, которые будут заниматься строительством школ в микрорайоне Комарова в Советском районе и поселке ГЭС в Тракторозаводском районе Волгограда. Дарья Денисова, Александр Шишин. Время новостей. Какие слова стали девизом защитников Сталинграда? Какова высота главной скульптуры мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» и какое звуковое оформление сопровождает посетители Мамаева кургана у стен руин? На эти и многие другие вопросы ответили сегодня учащиеся 17 школ Волгограда в ходе квеста «Главная высота России». Скульптуры, барельефы и памятники. Каждый элемент мемориала на Мамаевом кургане пропитан историей. В городе герои ее знают, берегут и передают память о ней из поколения в поколение. Активисты школьных музеев помогают формировать экспозиции, проводят экскурсии для младшеклассников, всегда готовы продемонстрировать свои знания истории и продолжают пополнять свой багаж, участвуя в тематических квестах. Готовились достаточно хорошо, школа, также учителя старались нас как-то подготовить. Вопросы достаточно несложные, можно так сказать, но я думаю, все справятся. В маршрутном листе квеста игры «14 вопросов» ребята описывали подвиги, изображенные на стенах руинах, искали знаменитые слова Василия Зайцева, которые стали девизом защитников Сталинграда, вспоминали, какие города в России носят статус героев. Просто нужна внимательность, смекалка, да и все, в принципе. Мне очень нравится это мероприятие, потому что в таком великом историческом месте здесь очень красиво, и история творилась здесь. Организовали квест специалисты Центра «Пост номер один» и Детско-юношеского центра Тракторозаводского района при поддержке Департамента по образованию администрации Волгограда. Ребята получат задания, ответы на которых они должны найти здесь, на мамаемом кургане, на стенах руинах, на площади стоять насмерть, на площади героев и возле скульптуры «Родина мать зовет». Активно поддерживают проведение таких мероприятий педагоги. Учитель русского языка и литературы Виктория Говорухина очень любит историю родного края и с удовольствием рассказывает о ней ученикам на уроках, а также выезжает с ребятами на памятные места региона. Собираемся, пробуем попасть на остров Людниково. Потом еще мне рассказали, что где-то у нас недалеко есть рассошки. Я тоже хочу, чтобы дети там побывали и узнали историю этих мест. Такие мероприятия необходимы. Мы развиваем патриотизм в наших детях. Они просто должны проходить как можно чаще. Это город-герой. Они должны знать героев, знать своих предков. Награждение победителей квеста игры «Главная высота России» состоится в преддверии Дня Победы. Но главное не грамоты, а знания, которые уже получили потомки поколения победителей. Ведь в их руках будущее нашей страны. Екатерина Кудряшова и Рубентальский. Время новостей. Криминальная хроника. 25 миллионов рублей. Такова сумма незаконного дохода, который получил волгоградец за торговлю валютой. По подозрению в незаконной банковской деятельности, мужчина задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Волгограду. Следствие полагает, что подозреваемый больше года продавал и покупал валюту без соответствующей лицензии. По версии следствия, с февраля прошлого года мужчина проводил операции по купле-продаже наличной валюты без соответствующей лицензии в арендованном офисе. К его услугам чаще всего обращались студенты иностранца, волгоградских вузов и коммерсанты. По предварительным данным, незаконный доход от противоправной деятельности превысил 25 миллионов рублей. При обыске в офисе оперативники изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, планшеты около 6 миллионов рублей и больше 16 тысяч долларов США. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается. Всероссийскому офискультурно-спортивному обществу «Динамо» исполнилось 100 лет. Это одно из первых спортивных обществ, созданных в нашей стране. Его вековая история тесно переплетена с историей всей страны. На протяжении века в обществе развивают физическую культуру, профессиональный спорт, его служебно-прикладные виды. Сотрудники общества занимаются патриотическим воспитанием молодежи, поддерживают ветеранов спорта. Волгоградская областная организация «Динамо» – одна из лучших в стране. Она объединяет людей, обладающих особой стойкостью духа, упорством и целеустремленностью достойных потомков сталинградцев. Продолжаем хранить славные традиции героических защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны. На нас с вами лежит ответственность за сохранение и приумножение достижений основателей общества, его выдающихся спортсменов. Я очень горжусь, что мне выпала такая честь возглавлять это прекрасное общество именно на Волгоградской, Сталинградской земле. Уверен, что вместе, все вместе мы добьемся серьезных, значимых успехов и не подведем ту историческую память, которую нам доверено хранить. «Динамо» дало старт массовому и всенародному спортивному движению в Советском Союзе и сохранилось как единый механизм до наших дней. «Динамовцы» Волгоградской области, сохраняя накопленный опыт, продолжают вносить большой вклад в развитие российского спорта. «Динамо» для меня значит как второй дом, потому что уже порядка 15 лет я занимаюсь там и представляю цвета флага «Динамо» и Волгоградской области. Приехал с Кубка России, там выиграл первое место и получил отбор на Кубок мира в октябре, который пройдет в городе Минск. «Динамо» – одна из ведущих физкультурно-спортивных организаций в России. В структуру Волгоградского общества «Белых-голубых» входит более 40 коллективов физической культуры. В детско-юношеском центре Волгограда прошло выездное заседание Комитета по образованию, культуре, молодежной политике, спорту и туризму Волгоградской городской думы. Главной темой обсуждения стало взаимодействие муниципалитета и НКО по развитию сети муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры. Подробности у Анны Поляковой. В многофункциональном спортивном зале «Дюца» ребята продемонстрировали умения точных бросков и финтов в баскетболе. И таких красивых элементов художественной гимнастики. Руководство областной федерации баскетбола поддерживают при поддержке властей, делают все возможное для того, чтобы юные волгоградцы занимались спортом, вели активный здоровый образ жизни. В 2022 году общественная организация передала в дар «Дюцу» электронное табло, приобретенное на средства гранта. В этом году приобретенные на грантовые средства инвентарь для занятий баскетболом передали спортивной школе номер 23. Современное все такое оборудование, там очки для дриблинга, там змейка, потом парашюты специально для ускорений. Много там, большой список всего. И дети уже занимаются, всем нравится. Спортивные подарки помогут ребятам и, возможно, через несколько лет сегодняшние мальчишки и девчонки станут не только достойными гражданами страны, но и олимпийскими чемпионами. Нам важно развитие командных видов спорта, потому что это чувство плеча, чувство товарищества. Дети так и пойдут потом по жизни со своей командой. Это очень хорошо, когда тебя кто-то в жизни поддерживает. Такое взаимодействие городских властей, общественников некоммерческих организаций, муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования помогает значительно улучшить материальную базу учреждений образования региона. Пример для всех некоммерческих организаций – принимать участие в грантах, которые реализуются при поддержке президента Российской Федерации, направлять эту помощь в детские спортивные школы, в наши центры. Главная цель нас, взрослых, – обеспечивать детям условия для занятий спортом. Потому что спорт – это не только укрепление тела, но и, конечно же, это дисциплина, это развитие, это дружба детей, и это очень важно. В детско-юношеском центре Волгограда ежедневно по 50 направлениям занимаются более 5000 детей и подростков. Творчество, спорт, наука – каждый найдет себе занятие по душе. Для выставки «Дружба на века» необычные эскизы моделей одежды с элементами культуры Азии и Востока создали юные кутюрье – воспитанницы объединения Дюдса «Театр моды. Твой стиль». Театр мод, который у нас был открыт 32 года назад совместно с Вячеславом Зайцевым. И по сей день у нас выстроена с ними плодотворная работа. Наши дети принимают участие в студии «Берегиня» в всероссийских конкурсах. Юные компьютерные гении удивляют своими прикладными разработками. В промробокватуме ребята изучают промышленную робототехнику на разных уровнях. Кто-то готовится к международному фестивалю робототехники «Робофинист», кто-то разрабатывает 3D-принтер. В IT-кванториуме юные программисты также трудятся, не покладая рук. Ребята изучают программирование, разработку приложений, создание сайтов, работают с микроконтроллерами. Это маленькие компьютеры, которые они сами полностью программируют на конкретную задачу. Например, могут сделать сигнализацию, датчик какой-нибудь влажности, датчик содержания углекислого газа, например, в воздухе, датчик открытия двери и так далее. Гости детско-юношеского центра понаблюдали за процессом создания картин. Воспитанники ДЮЦ регулярно участвуют в пленэрах, причем не только в родном городе, но и за его пределами. Сейчас у нас будет поездка опять на Черноморье. Это часть группы едет на побережье Краснодарского края, а часть у нас едут в Суздаль. Это будут поездки июль и август. То есть время каникул у нас с детьми проводится обязательно с творческим подходом и под присмотром педагогов. Место проведения выездного заседания депутатов Волгоградской городской думы выбрано не случайно. Уже на протяжении более чем 80 лет педагоги ДЮЦа дарят юным волгоградцам возможность раскрыть их таланты. В 2014 году губернатор Андрей Бочаров поставил задачу комплексно реконструировать объект и в 2018 обновленный корабль детства вновь открыл свои двери для мальчишек и девчонок. В нем созданы все условия для полноценного развития их талантов. Новое слово в изобразительном искусстве. Уникальная выставка Куб Артов Владислава Коваля открылась в Волгоградском госуниверситете. На ней представлены так называемые картины-трансформеры. Направление в живописи новое, в чем его особенности, расскажем в следующем материале. Полотна Владислава Коваля завораживают с первых секунд. Смелый эксперимент с формой, четкие грани шестиугольника создают эффект глубины. Неповторимый авторский стиль позволяет художнику добиться максимальной выразительности. Почему именно шестигранник? Это наша природа и в то же время это выход в новое пространство. Это новые грани, которые заставляют произведение искусства выходить за рамки плоскости листа. То есть это выходит за. И это еще дает возможность открыть какие-то новые приемы в живописи. Картины в форме шестигранника – уникальный творческий эксперимент Владислава Коваля и совершенно новое направление в живописи. Его выставка Куб Артов первая в мире. Событие, безусловно, эпохальное. Художник огромного масштаба, огромной глубины. Владислав Эдуардович – масштабный, глубокий автор, который позволяет нам не только взглянуть на реальность по-другому, но и найти эту реальность в глубине собственного «я». В экспозиции представлено около двух десятков работ. Особое место занимает зодиакальный круг. Помимо привычных 12 знаков зодиака в коллекцию входит и тайный 13-й змеиносец. Также на полотнах можно увидеть портреты, натюрморты и даже графику. Первыми с новым направлением в искусстве познакомились студенты и преподаватели Волгу. Мне выставка очень понравилась. Формат очень необычный, это реально круто. То есть картины не плоские, а объемные. Я очень рада, что университет предоставляет такую большую возможность увидеть такую красоту, насладиться ей. Прикоснуться к прекрасному смогут все желающие. Экспозиция, представленная в здании университетской библиотеки, продолжит работу до 26 мая. Вход свободный. Анна Корохова, Александр Шишин. Время новостей. А на сайте mtv.online началось онлайн-голосование за участников городского квеста «Пешком по городу-герою». На портале опубликованы работы, прошедшие на второй этап конкурса. Все команды продемонстрировали свои знания и проявили смекалку. Участники прислали свои фотографии на фоне памятных мест и достопримечательностей, сделанные во время выполнения заданий и краткую историю объекта. Всего в конкурсную комиссию поступили 164 работы. Все они прошли на второй этап. Теперь победителя выбирайте вы. Для этого нужно поставить лайк под любой понравившейся фотографии на портале mtv.online в разделе «Конкурсы». Завершится голосование 28 апреля в 12.00. В 17.30 сразу после выпуска новостей смотрите очередной выпуск программы «Парламентский час». А уже в 18.10 на нашем канале мелодрама «Дорогой Фрэнки». Это история 9-летнего Фрэнки и его мамы Лизи, переезжающих с места на место. Так мать хочет защитить своего сына от правды. Но необходимость удовлетворить любопытство мальчика буквально заставляет Лизе придумать правдоподобную историю. Она регулярно пишет Фрэнке письма от имени его вымышленного отца, который якобы плавает на корабле по экзотическим странам. Неожиданно Лизи узнает, что корабль отца зайдет в их порт через несколько дней. Теперь она должна сделать выбор – рассказать Фрэнке правду или решиться на отчаянный план и найти идеального незнакомца на роль идеального отца. Не пропустите 18.10 на МТВ. На этом пока все. Полную ленту новостей смотрите на нашем портале mtv.online. Полная коллекция видео опубликована на Рутубе. Есть мы и на Дзене. И, конечно, не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. Информационные итоги дня подведем уже в 20.00. Не переключайтесь. Сегодня вечером и завтра днем в Волгограде ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, днем до плюс 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова